Пятый канал представляет Садись, Миланочка, кушай Специально для тебя в ресторане заказал Мне еще выступать Ну, ничего, ничего Такой красоте ничего не повредит Спасибо Знаешь, Милан, почему хорошо быть стариком? Можно ухаживать за девушкой совершенно бескорыстно Какой же вы старик? Вы умный, сильный и красивый И больной Как больной? Чем? Да привязалась одна хвороба Сегодня был на консультации Врачи сказали Пару месяцев осталось Александр Ильич Врачи же иногда ошибаются Но не в моем случае Только не надо меня жалеть Ты Это мой подарок под занавес Кушай, миленькая Кушай, моя хорошая Ты просто боишься сказать отцу? Не боюсь А жду удачного момента Сева, не ври Ты меня стыдишься Да что за бред Да с папашинами деньгами я бы мог жениться на ком угодно Но выбрал-то я тебя Знаешь, почему? Потому что ты думал, что танцовщица второй сорт Что она всегда будет благодарная, покладистая Но я не Миланка Ай, Линочка Тебе не кажется, что у нас есть дела поважнее, чем обсуждать вот эту ерунду? Конечно Все, что касается меня, это ерунда Нашла время устраивать скандал Ну, ты что, совсем глупенькая, что ли, а? Алло, полиция? Здесь девушка, похоже, что мертвая Ты знаешь, вчера такая интересная история была Приходил мужчина с соседнего участка Там у них врач заболел За рецептами для мамы А еще что-нибудь интересное было? Ну, в общем, он пока я все заполняла Смотрел на меня и сказал, что он режиссер Снимает кино для какой-то интернет-платформы Ну, и спросил, не хочу ли я у него сняться в небольшой роли Что за роль-то? Сказал, ничего особо играть не нужно будет Сыграть себя, врача Режиссер? Как фамилия-то? Да не знаю, у мамы Филиппова У него я не спросила Все равно сниматься не буду Ну, понятно Очевидная муть какая-то Так, паспорт на имя Балашовой Миланы Алексеевны Регистрация Санкт-Петербург Что могу сказать Смерть наступила вчера В промежутке между девятью и одиннадцатью вечера Определенно не позже Так, а причина смерти? Удушение, Дмитрий И душили, что интересно Узким, мягким предметом Шарф, галстук, ремень? Не, не шарф После экспертизы скажу точнее Многочисленные гематомы Гематомы, они говорят о следах борьбы Она, наверное, сопротивлялась Преступник следов не оставил? И признаков волочения тоже? Может, ее из машины выкинули? Да Ну, явно уж не с неба свалилась Рассвет надо ждать Может, что-нибудь найдем Ну, а родственники есть у этой, Милана Алексеевна? Только сестра Балашова Элина Олеговна Смотри-ка ты Сестра, а отчество разное А потому что мама разных отцов выбирала Вот так в жизни бывает, Андрей Борисович? Так бывает, Тимур Бывает и начальник закипает А что я сказал-то? Ну, отчество-то разное Да, все очень жизненно А где мама-то сама? А мама умерла пять лет назад Чем занималась наша убитая? Танцевала в хореографическом ансамбле в отеле Декаданс Вот фотографии, смотрите О, вместе с сестрой А девчонки симпатичные Симпатичные, Тимур Вот сейчас и мы потанцуем Кто к родственникам, кто к свидетелям, а кто к товарищам по работе Лена, примите мои соболезнования Мне нужно задать вам несколько вопросов Возьмите, пожалуйста Скажите, пожалуйста, вы Милену когда последний раз видели? Она вчера ушла сразу же после выступления В половине одиннадцатого И больше я ее не видела Ага Вы тоже вчера выступали? Нет Я подвернула ногу и пришла к концу выступления Мы договорились с гостями поиграть в настольную игру Знаете, это сейчас модно С какими гостями? Из Кемерово Отец и сын Уже две недели живут Мы Милану тоже приглашали Но она сразу сказала, что не будет Почему? Она стеснялась Внушила себе, что плохо соображает Поэтому мы другую девушку пригласили, Юлю Юлю А как зовут гостей, знаете? Да Отец Александр, сын Всеволода Грибановы Значит, получается, вы Вместе с Грибановыми и Юлей Остались играть в игру, правильно? Да До какого часа вы играли? До начала первого Как уходила Милана из отеля, видели? Нет Мы всегда переодеваемся И выходим через служебный вход Алина, скажите, пожалуйста У Милана были какие-нибудь враги Или, может быть, ревнивые поклонники? Нет Вообще никаких Она очень скромно жила А завистниц в вашем ансамбле не было? Да ну Какие завистницы? Что нам делить? Эти Грибановы Старший Александр Ильич Он очень богатый Ему безумно нравилась Милана Так, а Александр Ильич Сколько лет? За 70 Да нет Не подумайте Ничего такого Он просто любовался на нее И жалел, что мало получает Сирота Да и за себя постоять не умеет Ну и значит Ничего такого На самом деле Не совсем Милана мне недавно призналась Что Грибанов собирается И сделать сумасшедший подарок Так, интересно Ну Купить квартиру в центре И положить большую сумму денег на счет А еще дать долю в бизнесе Ну, чтобы денежки регулярно капали Представляете? И что это? Совершенно безвозмездно? Ну да Но он сам-то через неделю В Кемерово собирается Вон, вон они У них стопудовый мотив Ну возможности-то нет Антон, а ты что не ешь? Не, серьезно, колись Что произошло? Так, жену мою какой-то Позвал сниматься в кино Для этой интернет-платформы Для интернет-платформы? Да это сейчас самое крутое Это вообще в тренде Ты гордиться должен А сейчас Куда он не пойдет сниматься? Ну, Антон, да ты консерватор Да Приятного аппетита Взаимно Ну и о чем разговор? Как обычно, Андрей Борисович, о деле А, значит Всеволод Грибанов Ну, Грибанов младший Уже год как встречается с Элиной Сестрой Миланы А его отец, Александр Ильич Оказывается, действительно состоятельный человек Владеет горнолыжным комплексом В Кемеровской области Да, и еще до приезда Грибановых Всеволод и Элина в переписке обсуждали Их будущую свадьбу А у отца Ну, у Александра Ильича Грибанова Рак поджелудочной железы В терминальной стадии Так вот, представьте Всеволод планирует получить Отцовское наследство В самое ближайшее время А тут бац И Александр Ильич говорит ему Что, ну Собирается Милану Так щедро дарить Получается, у Всеволода и Элины Был мотив Чтобы деньги не ушли из семьи Да Но Вот не люблю это, но Я тоже У них железное алиби На время убийства Милана Милана убили Около Половины одиннадцатого А они играли в настольные игры До половины первого При многочисленных свидетелях Ну, могли нанять киллера Когда? Если они только недавно узнали О планах Александра Ильича Да, Петрович Понял Труп за гаражами Возле отеля И непонятно, мужской или женский Это как? Он поедешь и проверишь На обочине обнаружен труп девушки С документами на имя Миланы Балашовой Она избита и задушена Ее опознает родная сестра Элина Милана и Элина вместе танцевали в отеле Декаданс Постоялец отеля Грибанов Собирался сделать Милане дорогой подарок Сын Грибанова, Всеволод Планирует свадьбу с Элиной Оперативники получают вызов на новый труп Нет, ну в таких условиях Невозможно идентифицировать Я с кем разговариваю? Да, я слышу Кислота, что ли? Да, концентрированная, серная Но, вероятно, преступник был не очень сведущий в химии Рассчитывал, что тело разложится полностью Фух А сумку-то почему оставили? Ну это уже не ко мне вопрос, а к вам Ну а че? Да тут всякая мелочь Да, вот пропуск еще Общежитие ветеринарного колледжа Дьященко Елизавета Антоновна Пойдем территорию осмотрим Так а мне что делать? Ну это в твоей компетенции, заканчивай Будем работать по двум делам одновременно Одновременно Как говорится, Дима За двумя зайцами погонишься Может и до премии дотронешься Эксперты говорят, кислоту вылили на тело в районе полуночи Ну плюс-минус два часа Судя по силе воздействия, было использовано литров 20 Вот интересно, если преступник хотел скрыть личность жертвы Зачем сумочку оставил? Ну так, а может быть эта сумочка-то была не жертвой, а убийцей? То есть по-твоему, Дьяченко Елизавета Антоновна родом из Вологды 20 лет от роду, своими хрупкими ручками сначала человека убила А потом еще вылила на него 20 литров серной кислоты Ну да Канистру принесла, тело облила, канистру унесла, а сумочку забыла Смешно Может они подрались Сумочка улетела в сторону, а было темно и преступник мог этого не заметить Так, давайте все-таки отрабатывать первую версию Что убитая и есть Елизавета Дьяченко Серная кислота в аккумуляторах используется водителями А тело обнаружено за гаражами Вот и надо проверить Может, глядишь, где-то что-то и сложится Да, я знал, что отец хотел сделать Милане щедрый подарок Он мне сам об этом сказал А в чем причина такой щедрости? Отец всегда любил широкие жесты А тут еще девушка хорошая, милая, бедная А вам самому, по-честному, не жалко отцовских денег? Какое мое дело? Подумал, от него не убудет Пускай чудит Ага А вы ведь женитесь на Элине, сестре Милана, да? Откуда такая информация? Вы сыщика об этом спрашиваете? Да Хорошо работаете Спасибо Отец даже не в курсе Я и вправду хочу с Элиной уехать в Кемерово И чтоб она жила по нашим стандартам Ох как, по вашим стандартам Хорошее выражение Пользуйтесь Так, что было бы справедливо, если бы и Милане бы что-то перепало Да, опустошили Только сегодня утром заметил А зачем у вас столько серной кислоты, а? Так я и это Опто покупаю Электролит на продажу делаю Водителям дешевле получается, чем в магазине А мне копеечка Ну понятно А кто знает, что вы здесь ее храните? Так кто покупает, те и знают А гараж как закрываете? Да я все никак не соберусь замок сменить Кое-как закрывается Тут все свои А, понятно Значит, чисто теоретически Кто-то мог скрыть замок Взять канистру и вернуть ее обратно пустой Так? В принципе, да Извините Да Алло, Антош Слушай, я сегодня задержусь Зайду в салон красоты Там в холодильнике супчик Отлетки разогрей себе, пожалуйста Все Пока А скажите, а где вы были вчера Около полночи? Так я дома был Еще с девяти вечера Андрей Борисович, вот видео Которое Елизавета Диченко вчера выложила к себе в соцсеть Я его скачал Смотрите Хай, народ Я иду на пробы Представляете, режиссер отобрал меня из тысячи девушек Я лучше целой тысячи У меня начинается новая жизнь Ю-ху А вот селфи, которое она выложила Тоже вчера Из холла Отеля Декаданс Видите? Вот видишь? Опять отель И что, это совпадение? Ну, кстати Насчет режиссера Лиза вполне могла врать Мои девчонки говорят, что многие уроды В соцсетях Андрей Борисович, ну в любом случае Елизавета Диченко Вчера в 21.30 Зашла в отель Декаданс А около полуночи была убита Неподалеку от отеля Да Смотрел вчера, как она танцует И не думал, что это последний раз Чудовищная несправедливость Девушка так и не узнала счастья Что можете сказать о ее жизни? Что Мать умерла, отца не было вообще Образование не получила Кое-как зарабатывала танцами Но ведь сестра Миланы, Элина, тоже? Элина совсем другая Пробивная, жесткая Она еще где-то подтанцовывала В какой-то студии А Милана, она Как цветочек на ветру Александр Ильич Ну а сами-то Как думаете, кто мог ее убить? Да я уж голову сломал Это какая-то Трагическая случайность Псих какой-нибудь Подкараулил ее С предложением провести вечер На что были прецеденты? Да нет, я просто теоретически Она отказала, ну и Псих же ведь он на все способен Лизина соседка по комнате в общежитии Подтвердила, что Лиза действительно Хвасталась, что пойдет на пробы Я взял Лизины вещи Экспертиза показала, что потожировые Совпадают с вещами, найденными в сумочке Значит, сумочка точно лизина Вот Отпечатки на канистре Принадлежат только Хозяину гаражей Гусеву И алиби у Гусева нет Дочка и жена пришли из гостей В час ночи И что он был дома вечером Никто этого подтвердить не может Изнасиловал Убил Потом зарил кислотой Которую у нее навалом Из какого перепугу Лизу После встречи с режиссером Потянуло к этим гаражам? Да, мужчина снял номер под офис Сказал, что режиссер Так, а как зовут? Какой номер? Агафонов Родион Сергеевич Номер 404 А записи с камер наблюдения Можно посмотреть? А их нету Приезжал гость из Москвы Показал корочки Просил на время его пребывания Камеры выключить Ого Интересно Давай, закрывай на свой чудесный замок И поехали Да я же говорю Дома был Ну и очень хорошо Если это кто-то подтвердит Гарю же, дома был Я говорю, поехали Давай, давай Ну что, режиссера в гостинице Пока нет А я его нашел Вот он красавчик Агафонов Родион Сергеевич Да Ну, кстати говоря Фильмография у него не особо К 40 годам он не преуспел Ну так надо ему не кино заниматься С недвижимостью А откуда приехал наш Гай Ричи? Приехал из Москвы Но на самом деле он наш, питерский У него даже квартира есть на окраине А зачем ему тогда номер в отеле? Логично То есть вы продолжаете утверждать Что не причастны к убийству девушки? Я вообще ни сном, ни духом И что получается? Кто-то стащил кислоту из вашего гаража? И знал, что она там лежит? Я о том же Кому вы продавали электролит? Вспомните, кто в последние дни покупал у вас? Кого вы раньше не видели? Мужик один Пару дней назад Сядьте Сказал, что на стоянке про меня услышал Алло, Кузя С бородой Здоровый такой Кузьмин Ты Агафонова пробил? Ага, молодец Сейчас посмотрю Посмотрите Вот этот? Он Точно он Ну как тебе? Нравится? Да что? Ну я же была в салоне красоты, я же говорила Зачем? Ну нужно же хоть иногда за собой ухаживать А, я понял, это для того режиссера что ли? Какого режиссера? Я все про него уже забыла Садись, есть давай Граждане понятые Сейчас в вашем присутствии будет произведен обыск автомобиля гражданина Агафонова Родиона Сергеевича Тимур, приступай А что вы хотите найти? Что надо, то и найдем Есть подозрение, что вы причастны к убийству Елизаветы Дьяченко Вы же вызывали ее на пробы Какой Елизаветы? Я никого не вызывал А, даже так? Уже интересно Так А это что у нас? А это сеточки на голову для выступлений Стоп, у Милана была такая сеточка? Да какой Милана? Я в первый раз вижу эту вещь Поехали в отдел, Спилберг Обнаружен труп Миланы Балашовой Она избита и задушена Ее опознает родная сестра Элина Милана и Элина вместе танцевали в отеле Декаданс Вскоре возле отеля обнаружен новый труп Лизы Дьяченко Ее тело облито серной кислотой Выясняется, что Лизу приглашал в отель на кинопробы Некий режиссер В машине кинорежиссера Родиона Агафонова Обнаружена личная вещь Миланы Это просто сюр какой-то Я чувствую, надо переписывать сценарий и снимать другое кино Какие Лизы, Миланы, сеточки Так, хватит, Бёрдман Вы покупали электролит в гараже у Гусева? Еще и Гусев какой-то Отвечайте на вопрос Да, пару дней назад я покупал электролит Но, поверьте мне, я не спрашивал фамилию продавца Что вы делали вчера вечером? С половины десятого до часу ночи До одиннадцати я был в отеле у себя в номере С какой целью вы снимали номер? Под офис съемочной группы Я сейчас как раз решаю организационные дела То есть вы проводили там пробы? Какие пробы в номере? Кто вам сказал такую глупость? Хорошо, после одиннадцати где были? Поехал к себе домой На пограничникам Улявина Кто это может подтвердить? Никто У меня родители сейчас в Турции отдыхают Каким образом вот эта сеточка для волос Оказалась в вашей машине? Я понятия не имею Вот эта сеточка Это очень важная улика Задержану Агафонов Я не понял, ты что, не умывалась сегодня что-то? Это называется перманентный макияж И что, ты там долго ходили? Ну сказали до полугода А тебе что, совсем не нравится, а? Да нет, не нравится Может кому-то другому нравится? Ну кому еще? А что, сама-то не догадываешься? Зануда! Ну что, экспертиза показала Что сеточка, найденная в машине Принадлежит Милане Что мы имеем? Милана вышла из отеля Двадцать два тридцать, двадцать два сорок Ну это плюс-минус Гаражи рядом Если она видит, как Родион расправляется с Лизой То становится свидетельницей Он расправляется и с ней заодно Ничего себе, какой кровожадный режиссер у нас Не, ну вполне возможно Здоровяк два метра мог и придушить Да Но вопрос, зачем он убил Лизу? Не знаю, это шоу-бизнес Стал приставать, та сопротивлялась Да может и убивать-то не хотел Так, переборщил с ударом А потом уж... Версия конечно интересная, но что-то как-то... Что ну? У тебя другая есть? Нет Вот давайте, проверяйте эту версию вместе с Димой Дуйте в отель и прошерстите там номер режиссера Вперед! Есть! Андрей Борисович, ну обыск у этого Тарантино мы провели Действительно номер снимал под офис, ничего подозрительного... О, Юлечка! Здравствуйте! А че мы такие грустные? Да вот ноготь на репетиции сломала А у нас стандарт для выступления Обязательно маникюр Придется тратиться на накладные А я никогда с ними дела не имела Юлечка, спасибо вам огромное Кузя, скинь фото Юлечка, вы не переживайте, ногти это не пальцы, отрастут Извините Дим! Ты куда убежал-то, как подорванный? Смотри, Тимур Чего? Все танцорщицы должны носить маникюр Это руки нашей Милана Посмотри на ногти Ну и чего? Но она тоже могла носить накладные Тимура ее убили не менее, чем через полчаса после выступления Когда она успела их снять? А главное, зачем? Они держатся несколько дней Так и что получается? Что смотрят? Презинстанционный ролик с сайта отеля Декаданс Только стоп! Ладно, ладно, гений А что гений-то? Да вон, видишь, на жертве Другие вообще руки и маникюра нет А здесь маникюр есть Значит, что получается? Убита не Милана Да гений-гений Да, я гений, но подожди пять минут дифирамбы Вы помните другую убитую девушку? Лизу из ветеринарного колледжа? Да Я посмотрел их сайт Так там одно из требований гигиены Коротко стриженные ногти Вот теперь можно Обалдеть! Значит, ты думаешь, что задушили Лизу? Надо, конечно, сделать экспертизу Но я уверен на сто процентов А мы-то все думали, за что Лизу убили, да? А значит, получается, убили ее для того, чтобы выдать за Милан Ну, зачем? Это... Алло Антоша, миленький, спустись, пожалуйста, на минуточку Все, да, бегу Извините, Андрей Борисович Так, что новенького? А у нас гений, Андрей Борисович А у нас такое... Ну, что такое-то? Что случилось? Антон, я такая дура Ты такой молодец, ты настоящий сыщик Ты сразу все понял И про меня, и про этого режиссера Я не понял, ты что, с ним встречала, что-то? Ну, я же работаю сегодня вечером Мы договорились днем съездить на пробы Так, и чего? Ну, он приехал на машине Сказал, что отвезет в павильон А сначала в ресторан Я говорю, зачем в ресторан? А мы уже ехали А он взял Взял мне и руку на коленку положил О, скотина, а! Ну, я-то сразу поняла Что никакой он не режиссер Вышла на светофоре Все, 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 все Не плачь, не плачь, не плачь Что мне теперь со всем этим макияжем делать? Тебе очень идет Я все решу, я все решу Да Разрешите? Заходи Ну что, есть? Есть Задушенная девушка Лиза Дьяченко Обнаружен труп Миланы Балашовой Она избита и задушена Ее опознает родная сестра Элина Милана и Элина вместе танцевали в отеле Декаданс Вскоре возле отеля обнаружен новый труп Лизы Дьяченко Ее тело облито серной кислотой Подозрения в обоих убийствах падают на кинорежиссера Родиона Агафонова Выясняется, что при опознании Миланы произошла ошибка Так получается, Милана... Облита кислотой Надо же делать тогда анализ ДНК Уже делается, Андрей Борисович А ты, молодец Прям гений Опять Что опять? Нет, ничего У нас, конечно, есть сеточка для волос Миланы Но, чтобы выяснить все точно Я сейчас ребят отправлю за ее личными вещами Молодец Я вот только чего не понимаю Какой смысл было этих девушек-то Менять местами? Прям какая-то адепта идиллия Одиллия Ну, если это из Лебединого озера А идиллия-то то, чего нам не хватает Ну и что ж Иди, командуй Наводи идиллию Есть Здравствуйте 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 Неужели есть новости? Ну, не знаю Огорчим у вас или обрадуем Но Та девушка, которая задушена Вы ее опознали как Милана Но это не ваша сестра Как? Это она Я же видела Ну, вот так Сработал эффект стереотипа В целом, похоже Документы на имя при ней Но, увы А где тогда Милана? Вот это мы бы и хотели выяснить Пойдемте в отель Зачем? Мы хотим посмотреть в гримерке Ее личные вещи И платье, в котором она выступала Пойдемте Пойдемте Итак Ну, Дима Формула ДНК Личных вещей Миланы Совпадает с формулой Полученной из останков Найденных за гаражами Значит, кислотой-то облили Милану А вот задушили уже Соответственно, Лизу Ну, так Правильно А, Павел Ильич Ну, они же похожи Угу Ну, а у кудряшки уже и макияж Ну, это уже дело техники Так Милана вышла из гостиницы Ее убили через полчаса Не позже А Элина и Юля Оставались в холле гостиницы До половины первого Если предположить, что убийца среди них То он молодец Соорудился стопроцентное алиби Да А жертвой этого алиби стала Лиза Она пришла в отель в половину десятого Ее загримировали под Милану Затушили и выбросили в безлюдное место Угу Чтоб тело не нашли сразу И время смерти варьировалось, да? А нам эксперты сказали Что, с девяти до одиннадцати где-то? Угу Только этого сделать никак не мог Грибанов Он в это время смотрел выступление И Юля не могла Она сама выступала А вот Элина и все вот Очень могли А Милана убили позже Облили кислотой И подбросили документы Лизы Ну, а кто Лиза-то заманил в гостиницу? Я понял Убийца выдал себя за режиссера Зная, что тот живет в гостинице И если Лиза начнет хвастаться За подозрит-то его Хитро Да Есть же такие сволочи Родион Кто в отеле знал, что вы кинорежиссер? Грибанов старший Александр Ильич Я ему сам представился С какой целью? Узнал, что он владеет горнолыжным комплексом А у меня по сюжету Герои как раз катаются на горных лыжах Но я ему предложил Он окажет спонсорскую помощь А мы отрекламируем его курорт И что ответил Грибанов? Сказал, что с сыном посоветуется Значит, еще и сын Это от мамы Все переживают, что я плохо питаюсь Ну, мамы такие мамы Слушайте, Юлечка, скажите А вот эту девушку вы случайно Позавчера не видели? Видела Так, а что она делала? С кем встречалась? Ни с кем По лестнице поднималась Значит, на второй этаж Да? А почему так решили? Ну, если бы выше, то на лифте Ну, логично Скажите, а Грибанова на каком этаже живут? На втором Так что вот так, Александр Ильич Судя по всему, это он Но, к сожалению, прямых доказательств У нас пока нет Ну, так давайте их добудем Простите, каким образом? Через час мы обедаем Я объявлю все лодовые линии Что все средства, которые Предназначались для Миланы Отдаю фунт помощи Больным детям В память о ней И И последствия Не заставят себя долго ждать Да вы что, обалдели, что ли? Это же провокация со свидетелем Но он так-то сам предложил Я тебе что говорю В возрасте человек пожилой А вдруг у него сердце не выдержит Борисович, мы тебе обещаем Все будет под контролем Я тебе сказал Запрещаю Да-да, проходите Пап, давай вещи в стирку Мы как раз отнесем в отельную прачечную Спасибо за заботу Руки! Руки! Отпустил его Кутас, брат Все в порядке, попалась, Голубка А то и дай наручники Стой, дурак Давай! Вставай Вставай, дурочка Я этого не хотела Я ему сразу сказала, что не надо Ну конечно, конечно не хотела Поехали в отдел Давай, осторожнее Ну что, наручники нужны? Спасибо, Антон, вовремя Спасибо, дорогой Пойдем Грибанов Ваша девушка Элина дала развернутые показания Так что отпираться бессмысленно Давайте, рассказывайте Как было дело? Мы осматривали фото в интернете Искали девушку, похожую на Милану Лиза поразилась своим сходством И я сразу отправился в ветеринарный колледж И представились кинорежиссером Ну, судя по результатам, был очень убедителен Назначил пробы в отеле Велел взять с собой какой-нибудь документ Да-да А, можно? Да-да Здравствуйте Милости просим Это мой ассистент Элина Элина, это наша будущая звезда Лиза Здравствуйте Так, звезда Прежде чем делать пробы, мы кое-что скорректируем Поэтому давай, снимай верхнюю одежду и присаживайся Я как раз вам помогу Спасибо Не переживайте, Элина у нас суровая Но результат того стоит Сюда Присаживайтесь, да, проходите, не волнуйтесь Так, так, так Сначала поработаем утюжком Так О, а сейчас нарисуем тебе яркие брови И родинки Здесь и здесь Ну, совсем другое дело А вы будете давать мне какие-то задания? Это устарейший подход Мне достаточно видеть вашу органику Лиза, встаньте вот там у окна Да-да Так Так Посмотрели вправо Посмотрели влево Теперь вниз Отлично А теперь поедем поснимаем в режимном освещении Это как? Все увидите Там и видео снимем Мы спешили Нам нужно было вернуться в отель До ухода настоящей Миланы А куда мы приехали? Да вон же, смотри Давай, вытаскивай Не думайте Живую не били Это было для маскировки Ну и положили недалеко от дороги И туда же бросили сумку Миланы с паспортом Элина была у нее накануне Незаметно взяла старую сумку Паспорт и пальто Теперь про Милану Дело было за полночь Милан, привет Слушай, мне с тобой поговорить надо Очень срочно Записывай адрес И поехали к гаражам Привет Привет А где Элина? А Элина... Я походил пару дней у гаражей Узнал, где взять серную кислоту И что за мок у этого лоха О честном слове Вернул канистру обратно Кидай Все Ну а как вы добились того, чтобы Родион пошел за электролитом? Да это чистое везение На парковке этот режиссерушка не мог завестись Бегал, спрашивал, мол, проблемы с аккумулятором Где достать электролит? Я и сказал ему В гараже у мужика Да, услышь не поверишь А как сеточку-то удалось подбросить ему в автомобиль? Да он же растяп По полчаса говорит по телефону у открытой машины А вы, значит, не растяпа Готовы из-за денег собственного отца убить Я не хотел его убивать Он и так смертельно болен Я рассчитывал, что Милана не будет И деньги останутся в семье Паш, так что ты хотел-то? Сейчас, секундочку я Тимурка, подержи Ага Фотоаппарат настрою Стоп! Стоп! Итак, начинаем кастинг на роль лучшего оперативника года Дима, работай Ну и так понятно, кто лучший Портрет Но это не факт Давай, давай Следующий Очень смешно Давай, Антошу Не, не, ну я не фотогеничен Стой! Да не надо, не хочу Да все По-моему, это самая лучшая фотография Ну, а я? А? Аса! Простите, молодой человек, вы не подходите В смысле? Ну, с такими ушами в кадр не влезете Да пошли вы! Так Это что такое? Что вы за самодеятельность устроили с этим Грибановым? Я же запретил! Товарищ подполковник А... Андрей Борисович, откуда здесь генерал из управления? Вот артисты, а! Видишь кометы сгорающих звезд Знай, это я, загадал сто желаний Строим из прошлого в новое мост Из поцелуев, надежд, обещаний Я головою твоих милых ног Губы мои тронешь нежно руками Пусть улыбнется сияющий Бог Пролетая над нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова